Всем здравствуйте! Сегодня я буду дорабатывать этот аппарат. Этот аппарат я сделал в прошлом году. Кто не смотрел, сейчас сделаю краткий обзор и расскажу, что хочу дорабатывать. Этот снегоход создан чисто для развлечения. Он сделан на базе двигателя от бензопилы Урал. И с двигателя уже идет через два промежуточных вала на колесо. Эти два промежуточных вала нужны, чтобы вращать такое большое колесо. Чтобы было хорошее соотношение. Повысить крутящий момент. И сзади сделана такая тележка на лыжах. Лыжи от снегоката поворачиваются на двух наконечников от жигулей. Ну и все, тут больше рассказывать нечего. Руль на нем только единственный курок газа и все. Больше ничего нету. Газ дал и поехал. Колесо вот это от автомобиля Урал. Покрышка была ОИ-25. Ну и все, наверное, поэтому тут рассказывать больше нечего. Кому интересно, может перейти на видео, как я его делал. И посмотреть. Сейчас расскажу, что хочу доработать. Хочу вот это колесо. Колесо это сделано из камер. Оно двойное как бы. Сверху камера и внутри. Наружная камера посредине разрезана изнутри. И как бы наверх одета. И внутри там еще одна камера одета. Но камеры не любят очень сильно ультрафиолет. И они со временем трескаются. Этому колесу, наверное, года 3-4 может быть. Я не помню, когда я сделал его. И вот оно уже вот так вот все растрескалось. А, я даже камеру менял уже один раз. Так что, наверное, еще меньше даже. Ну, 3 года, наверное, есть, по идее. Как я менял камеру. Хочу убрать вот эту верхнюю камеру. Пока внутренняя не испортилась до конца. И обмотать все брезентом. Вот не знаю, что у меня получится. Сейчас сниму колесо. Ну и потом вам покажу. Колесо я снял. И сейчас надо вот эти ремни открутить. Ну, они тут легко тут. Вам видно, не видно. Там пластинка, простые болтик. Ну, наверное, занесу в гараж. У нас на улице холодно. В гараже там погрузчик. Места мало. Ну, думаю, хватит. Колесо я в гараж занес. Ну, и сейчас все болты подкручиваю. У меня вот такой воздушный есть пистолет. Сейчас бы салисую. Разобрал. Ну, всю резину, которая подрезалась, убрал. И сейчас хочу вот обернуть вот так. Вот этим вот брезентом. Может, широковато, конечно. Ну, посмотрим, что получится. Я никогда этого не делал. Вот тут еще есть кусок. Ну, как оберну, вам покажу, что получилось. Колесо я забинтовал. Вот так получилось. Не знаю, будет сползать, не будет сползать. Ну, а сейчас надо как-то все это одеть на колесо. На обод. Ну, сейчас буду пытаться. Потом вам покажу, что получится. Колесо я собрал. Ну, как-то не очень получилось все буграми. Как-то она не влезла сюда. Ну, думаю, покатаюсь. Пробовал несколько раз спускать, распрямлять. Не получается. Думаю, покатаюсь, посмотрю, как что будет. Может, сама подрасправиться маленько. У меня кто-то спрашивал размеры вот этого диска. В общем, вот так 55 сантиметров. А ширина 28. Ну, все. Сейчас буду устанавливать на снегоход. Колесо я установил. Ну, вроде как, неплохо. Не знаю, как ездить будет только. Будет слетать, не будет слетать. Ну, маленько потеплее. Прокачусь. Покажу, как ездит. Покажу, как ездит. Покажу, как ездить. Продолжение следует... 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 кататься видимо я за 50 лет научился а у него стажа мало на снегоходе и снегокаде я прокатился снегокад еще это он ездит по улице туда-сюда брезентом то что обмотал вроде все нормально там сильно задиралась где-то думаю будет все это работать его и колесо стало легче и он сам по себе стал легче идти видимо вес две камеры одна камера была снаружи 1 изнутри закрыта но изнутри там чуть-чуть поменьше но она тоже все равно по моему от 66 было тоже все равно тяжело а брезенту тут легкий он на этом это видео я закончу вся снежная техника у меня сейчас на ходу больше у меня ничего не осталось для зимы это ты снегокад остальное все продал на этом все всем спасибо за просмотр до свидания делайте такие аппараты очень интересно на них кататься